Вы согласны, что нужно заступиться за задержанных в ходе протеста? Я считаю, что да. Потому что изначально митинг мирный намечался. И вообще, как говорил сам Навальный, это будет просто прогулка. И я считаю, что здесь, конечно, были неправы. Как это так? Если люди собрались высказать свое мнение, это их право. Полное право. А иначе никакой демократии. Это уже начинается не демократия, а наоборот. Школьники хулиганили. Вот их, так сказать, хватали. Ну, конечно, их надо как-то воразумить и отпустить. Пусть родители, как говорится, по одному месту надают, и все. Я считаю, что надо заступиться, потому что это дети, это несовершеннолетние. И, может, они пошли неосознанно, не обдуманно на эти поступки. Конечно, это совершенно молодые люди были. Их было очень много. Учащиеся школы, допустим. Но, в принципе, нужен диалог между властью и людьми, естественно. И надо как бы прислушиваться к мнению людей власти. Если у нас демократия, то каждый может выразить свое слово. То есть закон об ограничении митингов, это не дает права задерживать людей. То есть мы свободные люди. У нас демократия. Ну, вышли там, я не знаю, может, не согласованы они. Ну, задерживать, ну, там, на два часа задержите их, отпустите их. Все. Они не преступники. Никто. Это люди обыкновенные, которые пришли выразить свое мнение против коррупции. Почему нужно? Ну, потому что это граждане Российской Федерации, которые просто здесь гуляли. Я сам здесь гулял. За что? Это позор власти. Я полностью солидарен с теми кинематографистами, которые выступили. Ну, конечно. Я считаю, что их надо всех освободить, потому что многие там вообще туристы просто были, ходили. Я из окна своих смотрел. Я тут на Тверской живу. Значит, ОМОН влетал в них просто так, да, и без разбора били ребят невиновных. Вот поэтому, я считаю, надо их отпускать всех. Продолжение следует...